МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент Узбекистана Шаукат Мирзиоев подчас переговоров у Сочи запросил президента Беларуси Александра Лукашенко наведать з визитом Узбекистану в 2018 году. Он доручил присутным членам Урада провести необходную работу, как визит беларускага лидера в Узбекистан стал знаковым. Шаукат Мирзиоев дадал, что в лютым наступного года в Узбекистане пройдут Дни культуры Беларуси. Это будет соединять развитие дружелюбных отношений по международам обе двух краин. Президент Узбекистана заявил так само про готовность своей краины открыть посольство в Беларуси. Протягиваем выпуск. Об установлении по меру 1-го податку для предпринимательников и других физических особи шла размова на сегодняшней сессии областного совета депутатов. А кроме того, было разгледжено еще маль полтора десятки важных экономичных питаний. Президент краины Александр Лукашенко подписал широк нормативных документов, которые регулируют экономичную деятельность предпринимательников и физических особ. Дякуючи новым указам, реализовать приватную инициативу станет больше просто и зручно. Самый напыл на масштабный номер 337 об регулировании деятельности физических особ. Сгодно ему до иснующих 18 видов экономичной деятельности, якими можно займаться без регистрации, додалее еще 12. Умова працавать треба самостоянно, без притягнения наемных работников. Сегодня для этой категории субъектов господарения вызначили ставки одзинного податку, которые будут денежать на протягу года. Эти величины ниже, чем для предпринимательников, и максимально наближены до базовых. Они дифференцируются в зависимости от померу населенного пункта. Подробная информация о ставках одзинного податку в ближайший час будет опубликована на сайте Министерства по податках и сборах Республики Беларусь. Меры, которые принимаются для упрощения ведения бизнеса, я считаю, это меры для людей инициативных, которые ищут себя, которые не стоят на месте, а используют ту законодательную базу, которая получает им, улучшит свое материальное благосостояние. Постанье на початок Кастрышника на Гомельщине по заявным принципам ожитявляли свою деятельность каля 2,5 тысяч человек. По новых 12 видах деятельности зарегистровано каля 3,5 тысяч предпринимательников. Причем працю наемных работников выкаристовують усяго каля 250 человек. Это значит, что большая частка субъектов господарения при жадании сможет протягивать свою деятельность у якости физичных особ. Городский поселок Уваровича Будакашалевского района стал городом. Такий статус – это населенный пункт – отрымал в проекте, реализованном в рамках программы развития ААН. Уваровича Спортсити – это новая десячая пляцовка. Спортивный городок, тренажерная зала и молодежно-осветницкий центр. Территорию здоровья наведал Олег Синтеров. Причина, по которой пляцовка не выкаристовывается – древние надворы, якось зараз достатково мощный дождь. Звычайно, тут шмат дорослых с детьми. Пляцовка – это больше запотребованная, что она находится в самом центре поселка. С початку доброупорядкования территории, потом доставка грунта и урежьте непосредственно будовництво пляцовки с выкаристанием специализованной техники. Дитячий городок в Уваровичах будовали литерально всем поселком. Сегодня кожный пятый мясовый жахар относится до категории «дети». Не увлечивать их хитарисы просто немогчима. Ясчетная категория «молодь» – это 40% жахаров Уваровича. Для их в рамках проекта попадавали по особенности новых спортивных городок. Увогли идея зарабить городский поселок, территорию здоровья и развития належить самим жахарам. Мясовая влада ей подтримала и подрактовала необходимые документы для удела в международном проекте саденничания развитию на мясовом узровне у Республицы Беларусь, которые финансуются Европейским Союзом и реализуются программой развития Организации Объединенных Наций. В апреле прошлого года на собрании граждан городского поселка Уваровичи наиболее активные и инициативные местные жители внесли предложение совместно работать над созданием образа поселка как территории здоровья и развития, где каждый сможет выбрать себе наиболее интересную для него форму активного досуга. Вот так и родилась местная идея Уваровича спортсети. Коли дитяших родов и спортивная плясовка находятся на вольном поветре, а тому их выкрасывание у значной ступени залежит от надвора, то молодежно-осветницкий центр разместили у быденку Уваровской школы. Покой находится по сопку от остальных кабинетов, и его деятельность на учебный процесс отмовных уплывов не оказывает. Сфера выкрасывания центра от профилактических мероприемств с детьми и подлетками даст устеречь с молодыми специалистами и приведение сходу в жахару поселка. Тем больше, что набытая аппаратура дозволяет подмассовывать слова конкретными видами прикладами. А вот тренажерная зала в Уваровичах ранее была, правда, находилась у непростоцованном помешканне, а спортивное обсталевание было полностью саморобным. Его участку теперь уже у якости музейных экспонатов можно увидеть у новой тренажерной зале, пободаванной в рамках реализованной инициативы. Романт помешканья, где некоторых годов находилась непрацующая школьная пральня, зарабили местовые организации и установы. Их работники теперь постоянные наведывальники-тренажерки, как до речи и иншие жахары Уваровичи спортсити. Отдельное время выделено каждой организацией. И непрофессиональные жители поселка, которые раньше не занимались, могут с нашими учителями-инструкторами три раза в неделю тоже заниматься в этой комнате. Олег Сентяров, Евген Макеенко, телерадио-компания «Гомель», Будокошалевский район. У подорожа по Гомельским полесье отправилась замежная делегация представников шести краин. Сирот гоноровых гостей – посол излученного Королевства Великобритании и полночной Ирланды и Беларуси Феона Гип. Поездку с наемства с нашей областью организовало управление спорту и туризму Аблова-Канкама. Чем цикавый по днева-усходний регион Беларуси для замежных туристов, доведулася Ганна Каральчук. Двухдзённая подорожа по Гомельским полесье – это рекламно-информационный тур, у який запросили представников замежных установ, туристичной индустрии и потенциальных инвесторов. 15 гостей из России, Украины, Хорваты, Великобритании, Бельгии и Эстонии отправились ознайомиться с головными славутостями Гомеля, Мазыра, Турова и Национального парка Припятске. Посол излученного Королевства Великобритании и полночной Ирланды в Беларуси Феона Гип приехала у Гомелю другий раз и привезла свою мать. По словам дипломата, Палацево-парковый ансамбль – это уже важная причина наведать областный центр. Однако для развития регионального туризма термин безвизового находжения в Беларуси лучше повеличить. Очень хорошее решение создать безвизовый срок. Но пять дней, когда первый день – это день приезда, и в пятый день – это день, когда вы уезжаете, есть три, просто три дня, чтобы посетить страну. Это мало посетить страну, кроме Минска. Это надо увеличить срок – 10 дней или даже месяц. Эта поездка должна стать добрым штуршком для повышения цикавости замежных туристов и умоцывания имиджа Гомельской области у международной супольности. У этом бачить свою задачу и английский письменник, аутр доведника по Беларуси – Найджел Робертс. Он зараз працует над четвертым выданием книги и шукает новые места, гостиницы и рестораны, про которые расскажет на сторонках доведника. И когда Гомель и Мазыра англичанину добра знакомые, то у тура в Йонгейдзе у першиню. На питание, чем цикавая Беларусь замежным гостям, мистер Робертс отказывает – усим. Для большинства заходных туристов Беларусь – терра инкогнито, именно витагетая неозведанность притягивает. Гости с Запада, из Великобритании и Америки, ничего не знают об этой стране. Все, что они здесь видят, они видят в первый раз. Это и природа, и история, и церкви, музеи, культура и советская история. Тем не менее, западным туристам до сих пор достаточно тяжело путешествовать по всей стране, если они не знают русского или белорусского языков. В таком случае поездка в одиночку отпугивает. После экскурсии по Гомельским палацово-парковым ансамбле делегация отправилась у Мазыр. Другий день тура, включая визиту в Национальный парк Припятский и один из самых старожитных городов Беларуси – Туров. О кроме их историчных славутостей, у туристов наведают молочный комбинат, где постпробуют сыр белорусской вытворчести. Ганна Коральчук, Валерия Гапанько, телерадио-кампания Гомель. Вечер, когда кино оживает. В концертной зале Палаца культуры Чагуношника ухудшала музыка с фильмами, которые стали сусветной классикой. Тут отбылся концерт «Сусветные саундтреки-2». Слухачи подчули композиции из таких вядомых киностужек, как «Великий Гэтсби», «Человек-паук», «Ла-ла-ленд» и многих інших. Как створить полное погружение в атмосферу сусветного кинематографа, фрагменты стужек транслировались на великим экране. У концерта были задейничаны больше 50 музыкантов державные остановы у Гомельские городские оркестра. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресу www.tv.argomel.by. Далее у эфиры «Спортивный огляд». С новинами спорту вас познаемець Максим Савин.